Здесь как раз Путин со своими пиарщиками-политтехнологами, они стараются вбросить в разных странах, они работают с этим, что все не так однозначно. Вот недавнее вот это пропагандистское интервью, такое комплементарное с Карлосом, где не было задано ни одного острого вопроса, с тем, что зачем какой-то экскурс в историю, будто бы история того, что было там тысячу лет назад, может каким-то образом оправдать хотя бы одно военное преступление, смерть хотя бы одного мирного жителя в Украине. Да и немирного тоже, когда вот многие говорят, вот мирные граждане, военных украинских тоже нельзя убивать, они вообще такие же граждане, такие же люди защищают свою землю, поэтому здесь морального права у российской армии нет ни на убийство ни мирных, ни украинских военных, те защищают свою землю. Вот. Возвращаясь к вашему вопросу про фильм, это сильная картина, и то, что сейчас уже международное сообщество так морально готовится к будущему трибуналу, по аналогии с Нюрнбергом больше 70 лет назад, это абсолютно правильно, это не за горами, и у нас, как у правозащитников, здесь однозначная позиция. В первую очередь мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине и украинским следователям, прокурорам и в будущем там правосудию в Украине, потому что именно она здесь является пострадавшей. Безусловно, параллельно мы работаем с международными инстанциями, которые занимаются так или иначе международным расследованием, там две организации официально этим сегодня занимаются, и чем можем, мы им содействуем и помогаем в рамках интересов международной системы справедливости и юстиции. И, конечно, мы готовим большие архивы, потому что в любом случае не за горами, а конец этого режима. Очевидно, что впереди будет развенчание культа личности Путина и так далее. И мы надеемся, и не просто надеемся, а мы сделаем все возможное, чтобы в рамках российской национальной правоукранительной системы деяния и Путина, ВВ, 52-го года рождения, и его сообщников, они были тоже определенным образом квалифицированы. Поэтому на какую-то часть расследования будет мандат украинских судов, на какую-то ГААКского трибунала, а какие-то преступления в любом случае будут рассматривать уже те же самые Басманы, Лефортовские и так далее суды, потому что здесь они не уйдут от ответственности. Территориальность совершения этих преступлений, она, конечно же, в Москве в первую очередь, там, где принимались эти бесчеловечные решения. То есть, опять-таки, вот такая симметричная идет война, и вот, знаете, вчера тоже мы общались с гостями нашей программы, и вопрос такой, может быть, даже риторический, неужели в борьбе, в этой борьбе с драконом, с путинским, да, европейским демократиям, либералям тоже придется хотя бы на время стать этим драконом? Как воевать, как, собственно, нейтрализовывать такого рода угрозы? Ну, примитивный пример, конфликт на пляже двух людей. Один хорошо воспитан, вступается за девушку и собирается там биться по правилам бокса. А другой в это время бросает ему песок в глаза и там разбивает о камень стеклянную бутылку, и этой розочкой начинает его протыкать. Вот это история двух систем. Система демократии, которая уважает международное право, и тоталитарная система, которая никого и ничего не уважает, кстати говоря, и саму себя не уважает, вот, и готова абсолютно на все. У одних есть своды правил, требований, и благо дело, что сейчас, как бы, да, это большое количество страны, они могучи и экономически, и с точки зрения вооружения. А с другой стороны, это вот такой вот хулиган, убийца, который идет по пляжу и начинает всех, кого видит, грабить, резать, насиловать и убивать. Но это такой вот образ. Поэтому здесь они, конечно, были к этому абсолютно не готовы. Ну, давайте вспомним, слушайте, октябрь 2019 года. Меня приглашают в Европарламент, идут слушания по поводу Северного потока-2, Газпрома и этичности, либо неэтичности Запада, Европы, работать с Российской Федерацией. Мне по регламенту дали 10 минут, из которых 5 минут говорил я, 5 или 6 минут переводил переводчик. Я вкратце, что мог, им тогда рассказал под стенограмму. И про ГУЛАГ, и про системы изнасилования, пыток и убийств заключенных, и про гранд-коррупцию, и про рабский труд и так далее в зонах, где как раз выполняются госзаказы для госкорпораций. Там Газпрома, Роснефти, МВД и так далее. Поднял вопрос, а этично ли вообще Европе в нынешнем варианте сотрудничать с Россией, когда там вот эти вот длящиеся преступления против человечества и человечности совершаются? В результате что произошло? Там короткие 2-3 публикации на следующий день в небольших СМИ. После этого по нам поехали в очередной раз катком, и закончилось это через 2 месяца уничтожением социальной сети ГУЛАГУНЕТ. Хакеры сначала спецслужбы зашли к нашим программистам в Москве, и их задержали, забрали у них все пароли, а на следующий день полностью все уничтожили. И потом эта тема как-то ушла в небытие, и несколько лет подряд этот «Северный поток-2» продолжал строиться. Путин тащил трубу в Европу с тем, чтобы когда он ее достроит, он понимал, что теперь уже Украина и украинская газотранспортная система ему особо и не нужна, у него есть второй вариант подачи газа в Европу. И дальше уже началась открытая фаза войны, когда все это произошло. Но не обращали же внимания, думали, что дешевый газ для дешевой электроэнергии, для повышения конкурентноспособности европейских товаров по отношению к китайской продукции, к американской, значит, это важнее, чем те же самые права человека. И еще несколько лет подряд с диктатором продолжали встречаться, пожимать руку, созваниваться и вести какие-то кружевые танцы. А сейчас вынуждены отправлять оружие Украине, потому что понимают, что если Путина не остановить сейчас, дальше будет строение, там, воссоздание. Это же... Я вот был на днях на презентации этого фильма в Берлине буквально несколько дней назад. Там город был разделен пополам, со стеной. И когда с восточной стороны, подконтрольной Советскому Союзу и спецслужбам, люди пытались на западную сторону переплыть через речку или перебежать, им в спины стреляли. Это все было вот несколько десятилетий назад. И тогда весь мир радовался тому, что рухнула эта стена. Но Путин же то же самое собирается воссоздавать и делать. Просто вопрос в том, в каком месте они поставят эту Берлинскую стену. И она точно в его там, этой диктаторской злобной голове, не там, где сейчас заканчиваются линии оккупации. Ему хочется еще и еще. Это история не про геополитические интересы России, Украины и так далее. Это история маньяка, который хочет как можно больше абзацев получить в учебниках истории. Он старенький, у него уже и женщин нет. Ему уже эта история не волнует. Он пытается отыграться, свои комплексы выплеснуть вот здесь. Для него теперь ему какое-то извращенное удовольствие доставляет вот все эти кадры с убитыми людьми, с расползанием на карте, с пониманием того, что он становится в ряд с Юлием Цезарем, с Гитлером, со Сталином. И в этом плане как бы. Но мы имеем дело с больным, глубоко больным человеком, который не контролирует самого себя, но при этом контролирует российские спецслужбы, которые в свою очередь контролируют 100 миллионный народ. Вот. Они до сих пор до конца в целом не понимают. То же самое Карлсон сидит и перед ним робеет и задает какие-то комплиментарные вопросы, тогда, когда можно было задать 10-15 вопросов, подготовившись, которые бы положили Путину на лопатки. Он изначально всегда выбирает себе более слабого противника. И в войне сейчас это произошло. И он был в полной уверенности, что он за несколько дней положит на лопатки Украину на глазах изумленного мира и так далее. И не был готов к тому, что украинские воины и самые простые люди, которые стали этими войнами, будут до последнего биться, потому что они идеологически не хотят оказаться в совке с гулагом, со швабрами и кипятильниками в одном месте. Это глобальный вопрос, вы задали. И если вот просто даже взять интернет. У этого в зданиях целые дивизии сидят троллей, которые на профессиональной основе вмешиваются в социальных сетях, в общественное мнение в США, в европейских странах. Там занимаются атакой уничтожением интернет-ресурсов. Но у Запада ничего подобного нет и в принципе и близко. И это касается не только поля боя, и в информационном пространстве точно так. В этом есть суть этой асимметрии. Абсолютно. То же самое западные журналисты. Западные журналисты, у них есть определенные стандарты, этика, правила и так далее. С той стороны же этого ничего нет. Есть современные технологии, создание иллюзий, что там тоже есть какие-то крупные СМИ. Но на самом деле там все, как один человек сказал на совещании своим генералам, так эти генералы внутри системы реализуют. Это тоталитарная система. И это очень сложная история. И здесь, и конечно, если уж давайте о больном поговорим, да, последние там больше чем полгода многие международные журналисты, эксперты задаются таким умным вопросом, почему же провалилось украинское контрнаступление, почему же они еще до сих пор, им кто-то, хоть одна страна на сегодняшний день Украине передала хотя бы одну боеспособную эскадрилью современных самолетов, которые способны сухопутную армию защитить с неба и обеспечить наступление на суше. Вот и все. Поэтому, безусловно, когда общие разговоры, то мы все за все хорошее против всего плохого, но когда доходит до конкретики, когда нужно помочь и защитить небо, защитить небо, мы видим, что происходит. Ежедневно новостная лента в Украине, тревоги, опасности, самолеты залетают в воздушное пространство, издалека она научится, а с точки зрения там закрытия, только часть территории закрыта системами ПВО, и их явно не хватает, и при этом они еще становятся предметом атак со стороны российской армии. Это, конечно, слушайте, это как мы увидим, в окошко весь мир выглядывает, а там двухметровый бугай, который только что освободился там за очередное изнасилование из зоны, подходит к молодому интеллигентному юноше, который в два раза меньше, в два раза слабее, и начинает его тумасить. А ему все из окошка советы дают, какой ему там надо прием тэквондо применить, чтобы себя защитить. Аналогия абсолютно уместная. В конце хотел бы все-таки вернуться к теме убийства Навального. Я знаю, что, Владимир, вы высказали свою абсолютно однозначную позицию, что он был убит, и все обстоятельства делают по то, как его не отдают это тело до сих пор родным и близким, все указывает на то, и, собственно, даже несовпадение со временем. Судя по всему, есть информация о том, что его сокамерники, соллагерники, по крайней мере, знали об его убийстве задолго до того, как оно было, в 10 вечера еще. А также версия, разумеется, классическая, оторвавшаяся тромбом и синдромом внезапной смерти. Это очень редкое вообще, если вообще существующее понятие и так далее. Немножечко проясняется ситуация, что называется, с Таном Назара, как мы говорим, в Украине, вот сейчас. И опять-таки, возвращаясь к еще двум бесстрашным врагам путинизма, которые сейчас сидят в застенках путинского ГУЛАГа, это Карамурза, мой, я не сказал бы товарищ, но хорошо мне знакомый, встречался с ним однократно, ну и, разумеется, Илья Яшин. Стоит ли им тоже переживать за свою жизнь? Я думаю, что за Володю Карамурза и за Илью Яшина мы все должны переживать. Это очевидно, они в зоне опасности, в зоне риска. И особенно, мне кажется, Карамурза, он является таким непримиримым борцом, очень принципиальным, очень смелым. И у него гигантский срок четверть века, лишение свободы. Ему там назначило это судилище, там в России суда нет. Конечно, они в зоне опасности, и они могут стать следующими. По поводу Алексея Навального. Алексея Анатольевича жестоко убили 16 февраля 2024 года. Это для нас уже практически установленный факт, нет никаких сомнений. За месяц и одну неделю до его убийства в его пабликах от его имени, его помощники публиковали текст, который он через адвокатов передавал, о том, что когда его перевели в ИК-3 УФСИН по ЯНАУ и посадили в штрафной изолятор, ему поменяли кардинальным образом расписание, и его начали выводить в 6 часов 30 минут каждое утро на мороз, на холод, на прогулки. Понятно, что этот его пост от 9 января 2024 года, он пронизан такой бравадой, желанием показать, что его и это не сломит и так далее. Но, тем не менее, практически в каждом абзаце он пишет и о том, что его выводят в лютые морозы, что температура падает до минус 32, и что он пытается там не замерзнуть, и в себя проводит аналогии с героями одного из произведений известных, где человек там был вынужден на морозе вспороть брюхо лошади, чтобы там как-то отогреться и не замерзнуть, не погибнуть. То есть, на самом деле, в этом посте было то, по сути, как бы это такой смелый человек, который до последнего стоял, выпрямив плечи, не сгибаясь, но при этом на грани вот этой вот пытки холодом и замерзания. Дальше есть следующий факт, помимо того, что выводили в 6.30 утра на мороз гулять, есть пресс-релизы в СИН, и кремлевские сами телеграм-каналы сообщали о том, что смерть, биологическая смерть Алексея Навального зафиксирована в 14 часов, там с чем-то небольшим минут, после часовых реанимационных мероприятий. При этом рассказывается, что его состояние здоровья резко ухудшилось на прогулке, откуда его уже доставили для оказания медицинской помощи. Итак, у нас есть база. Время 6.30, когда его начали выводить ежедневно на прогулку. У нас есть время смерти 14 часов. И есть понимание того, что УФСИН само оправдывается, вот этот ГУЛАГ 21 века, что медицинскую помощь оказывали около часа. То есть, соответственно, мы понимаем из этой математики, которая просто здесь, по сути дела, подтверждается нашими источниками, что на морозе он провел... Один источник сообщает, что более 2,5 часов он провел на улице на морозе. Другой сообщает, что практически весь этот период времени, с 6.30 до времени наступления смерти, он был на холде. Плюс два источника, которые видели тело Алексея Навального, сообщают о том, что у него на теле, на руках есть ссадины, следы от этого насилия и след от очень сильного удара в районе области сердца. И с этим как раз мы связываем то, что до сих пор его тело не могут даже показать его маме. Потому что мама, осмотрев, выйдет и расскажет журналистам, что она увидела на теле следы гематомы, синяки и так далее. Поэтому то, что сейчас не отдают уже сколько, больше 4-5 дней тело и не показывают, говорит только об одном, что российские спецслужбы, и лично Путин пытаются скрыть факт этого убийства, опасаются огласки этого, и понятно, что сейчас тело находится полностью под контролем российских спецслужб, и они с ним сейчас проводят такие манипуляции, которые позволят им в последующем скрыть обстоятельства совершения особо тяжкого преступления в отношении Алексея Анатольевича Навального. Вот это важный момент. Сейчас они пытаются скрыть следы убийства. Они это делали многократно со многими заключенными. Мы расследованием, раскрытием убийства заключенных занимаемся профессионально более 12 лет, и есть целый ряд дел, где мы добились возбуждения уголовных дел и раскрытия убийств и спустя 3-4-5 лет после наступления смерти. Это один из самых тяжелых случаев. Понятно, что сейчас и центральный аппарат ФСБ, и центральный аппарат ФСИН прилетели туда и уничтожают и систему видеонаблюдения, и фальсифицируют отчеты и так далее. Но, тем не менее, я могу сказать так, приоткрою завесу тайны, к нам уже обратилось как минимум 3 человека, которые начинают передавать информацию, а кто-то и какие-то файлы. То есть мы сейчас начинаем собирать вот это big picture, и я думаю, что совместно и с Христо Грозевым в будущем, и с международным расследованием, и с теми, кто будет заниматься на международном уровне расследованием вот этого преступления, мы вместе сделаем все возможное, чтобы это преступление было раскрыто. Исполнители будут установлены. Заказчик, кто являлся бенефициаром и заказчиком убийства, и Бориса Немцова, и Алексея Навального, ну для нас всех, мы все имя этого пляшевого диктатора знаем. Я знаю, что вы обещал, помню, отпустить вас буквально, у нас минута остается, Владимир, вы всегда очень заняты, я понимаю, но вот как раз Христо Грозев сказал, что как минимум, что для него понятно, это что для Кремля не стало неожиданным смерть Навального. У вас есть вообще сейчас мысли насчет того, почему это произошло, когда это произошло? Некоторые эксперты это приворачивают, связывают с проведением, допустим, Мюнхенской конференции по безопасности, как такой сигнал Путина Западу, если помним, что в 2007 году именно его речь на Мюнхенской конференции безопасности многими расценивается как новый такой вот этап противостояния России и всего цивилизованного мира. Путин делал очень серьезную ставку на то, что он сможет каким-то образом запугать Запад, сделать его более сговорчивым, через Запад психологически сломать об колено Украину с шантажом, с тем, чтобы получить какие-то решения. И в результате у него одним из пунктов, элементов торга с Западом была судьба как раз Алексея Навального. В тот момент, когда он понял, что несмотря на вот это вот там роуд-шоу, там интервью с Карлосом и какие-то там вбросы определенной информации в Америке и так далее, то есть он не достигает этих эффектов и он понимает, что несмотря на все его усилия политики, президенты многих стран мира продолжают решительно, непримиримо поддерживать Украину и еще больше собираются передавать ей вооружение для защиты и для освобождения оккупированных территорий, в этот момент он принял это решение по двум причинам, как я понимаю. Первое, это показать Западу, что Рубикон перейден и уже как бы он ни с кем там вести переговоры, церемониться не будет и будет убивать всех на своем пути, с тем, чтобы в очередной раз запугать через убийство других людей. А во-вторых, конечно, он прекрасно понимает, что впереди у него там эти псевдо, в кавычках, псевдо-выборы и вообще говорить о каких-то серьезных выборах в тот самый момент, когда твой главный конкурент, второй политик по узнаваемости в России находится в колонии особого режима, ну это абсурд. Вот, и поэтому он подумал, что, ну, значит, нужно подстроить каким-то образом вот эту вот там сердечную недостаточность, там якобы там сердечный приступ, для того, чтобы потом сказать, ну а что, как бы, вот у меня же есть вот этот там карманный марионетка Надеждин, вот у нас была какая-то там видимость демократии, там даже какие-то подписи собирали, при том, что изначально я говорил о том, что это фарс, это театр Бабы Фиса, и они просто отвлекают россиян от Навального как раз этими стояниями в очередях за ноунейма, который всю дорогу помогал администрации президента и работал на них, начиная там с 90-х годов, убили, потому что Рубикон для него перейден. Он говорит о том, он этим убийством всем говорит, что они будут продолжать убивать и будут оставаться при этом, как он считает в этом понимании, безнаказанными, потому что у него есть ядерное оружие, и если что, он будет всегда этот страх всего мира использовать, что как бы если что, мы там уже рванем ядерными ракетами. Я могу только одно сказать напоследок, Питер, мне бы хотелось быть оптимистичным, как многие российские оппозиционеры, либералы до последнего времени, но, к сожалению, я понимаю, что ситуация будет еще хуже, и нужно готовиться к еще более жестокому противостоянию по всем фронтам и Западу, цивилизованному Западу, западным демократиям, Европе, США, другим странам. Здесь нужно создавать большую широкую коалицию за демократию и активнее привлекать на свою сторону вот этих сомневающихся, не все однозначников из ООН, которые там слушают и тех, и других. Нужно создавать большую международную коалицию против убийцы. И если вы вспомните, какое-то время назад господина Байдена, президента США, спросили, кто такой Путин. Он тогда сказал слово «убийца», потому что у него и у спецслужб Америки есть гораздо больше информации, чем у нас с вами всех вместе взяли. Сегодня он его назвал «помешанным сукиным сыном», кстати. Да, ну он его сказал «это убийцы», как бы, да. И тогда очень многие подумали, что это какое-то там гипербола, утрирование и так далее. Но мы сейчас знаем, какое количество украинцев Путин убил, какое количество россиян он бросил на очевидную смерть, какое количество людей они уже убили из тех, кто так или иначе поднимали голову и пытались остановить диктатуру. А они со своей стороны всем говорят, что они собираются дальше убивать. Поэтому здесь история про то, что напротив нас хулиган с розочкой, с каким-то там пистолетом, со спиленным там бойком, который всех убивает и насилует, здесь уже нужно принимать кардинальные меры и нужно понимать, что это глобальная опасность. И опасность не только там для каких-то части регионов Украины. Это Путин, путинский режим сегодня, он опасен для всего мира, в том числе для россиян. Здесь нужно начинать, на мой взгляд, большую кампанию по поддержке тех россиян внутри России, которые действительно готовы бороться с этим тоталитарным режимом.